Приветствую вас, Алена. Совершенно очевидно, что вы мне написали свой вопрос. Вот, и совершенно очевидно, что, ну, не всегда хорошо является то, что скрасно, да? То есть, если бы вы не пытались написать вкратце, то, может быть, вы бы написали все более подробно. А так, получается, что вы хотели написать вкратце, а у вас не особо получилось, и в итоге, в общем-то, создается ощущение, что к своей проблеме, к этой проблеме вы относитесь не очень серьезно. Вот. Ну, а если вы не очень серьезно относитесь к этой проблеме, то, соответственно, вкратце вопрос, почему психолога должны относиться к этому по-другому. Вот. Вы пишете, что взрослый сын живет в своем месте, он не очень любит работать. Ну, вообще-то говоря, я вам открою небольшой секрет, но работать не любит никто. Потому что работа, это слово РАБ, это РАБСКИЙ ТРУД, то есть ТРУД ПОТИМ СВОЖИ. А вот, трудиться, трудиться, это совсем другая история. Как ни странно, ага, есть некое различие между тем, когда человек... К примеру, работает, и когда человек, к примеру, трудиться. делать это с большим счетом, потому что хочет. Это достаточно серьезное различие. Достаточно серьезное различие между этими двумя. Но, не знаю, когда человек работает, он работает и в подставке, когда человек, трудиться делать это с большим счетом. Потому что, потому что хочет. И получается так, что ваш сын, он не работает, не любит. Он не любит трудиться. И, конечно, исходя из этого, возникает вопрос. А, собственно говоря, почему ваш сын не любит трудиться? Вот на этот вопрос, на мой взгляд, нужно найти ответ. Потому что, если ваш сын не любит трудиться, значит ему не особо чего интересно. Если он по некоторым причинам обоценивает свои желания, обоценивает свои потребности, обоценивает то, что для него цены, то, что для него важно. А это, в свою очередь, приводит нас к вопросу о том, а как в этом участвуете вы. Потому что сын живас, и значит вы, в своем поведении, в своем поведении, в своем отношении к нему, так или иначе, как-то на это повлияет. Здесь включается в том, чтобы разобрать ваше влияние и его устранить. Когда это будет исполнено, когда это будет сделано, вашего сына по большому счету не останется в выборе, кроме как принять свою ответственность. принять свой ответственность за свою же собственную жизнь. И когда он это сделает, а он это сделает в любом случае, потому что у него не будет выбора, когда он это сделает, то вы получите возможность двигаться вперед. Каждый в своем направлении. Каждый в своей дороге. В частых у вас такой возможности нет, потому что вы пребываете в таких, я бы сказал, справительных отношениях. Но, что вполне себе исправить, все вполне себе поправить. Зачастую, родители, такие вот не самостоятельные, становятся из-за гиброопеки родителей. Из-за подспутного нежелания родителей своих детей отпуска. Из-за периодического, регулярного создателя на себя ответственности детей. Из-за получения детей. Вот, в принципе, основные моменты, из-за которых ваш сын является не самостоятельным. Ну, коли и если вы, ну, действуете таким образом, а это поведение системное, то значит вам, вам чего-то хочется. И если вам чего-то хочется, то необходимо выяснить, чего вам хочется. Почему вы себя такой вели или ведете, чего вам, может быть, не хватает, в какую сторону вы хотели бы двигаться и прочее, прочее, прочее. Вот, в таком направлении вам нужно двигаться. На этом все. Я надеюсь, что помог вам, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.